Привет, это скринкасты. Меня зовут Юра Дорофеев, я из компании Одноклассники. Сегодня мы продолжим говорить про отрисовку в Android. Наверняка все записывали аудиосообщения в любом мессенджере и видели, как кружочек либо аудиоволна меняет свое значение в зависимости от громкости вашего голоса. Как же это сделать? Давайте сейчас попробуем. Как и в прошлый раз, я создал пустой проект, в котором нет ничего, кроме MainActivity, но есть единственное отличие от прошлого выпуска в том, что мы будем работать не с эмулятором, а с реальным девайсом. Все дело почему? Потому что мы будем использовать микрофон и, к сожалению, в эмуляторе плоховато работает микрофон, а точнее иногда вообще не работает. Итак, для того, чтобы начать запись аудио внутри Android приложения, нам нужно вначале запросить доступ у Android к этому функционалу, к этой функциональности, правильно? Для этого мы создадим тег uses permission внутри нашего Android манифеста и укажем permission, который называется Record Audio. Он отвечает как раз таки за то, что мы имеем доступ к записи с микрофона. Кроме того, что мы объявили его в Android манифесте, нам нужно запросить непосредственно в рантайме этот permission. Запросить его можно при помощи Activity Compat. request permission. Здесь мы указываем нашу Activity и список permission. В нашем случае оно только одно. И сделаем list of и, соответственно, этот permission на запись аудио. и кроме того, что мы запросим permission, нам нужно еще указать request-код. Этот код нужен для того, чтобы когда система Android ответит нам о результате, дали нам доступ или не дали, могли его корректно обработать. request-код можно указать любой. Укажем три семерки. Так, что у нас не получилось? У нас не получилось. Нам нужен, наверное, не лист, а array. Так, отформатируем немножко. И у runtime permission немножко другая сигнатура. Сейчас мы пробуем ее найти. По памяти я так ее не помню. Так. Manifest. Permission. Record. Audio. Вот. Что произойдет, когда мы запустим приложение? Когда мы запустим приложение, отработает метод onCreate и сразу же следом после установления главного view мы запросим доступ к микрофону. Конечно, в реальных приложениях так код не пишется, просто потому что мы можем уже иметь доступ или в случае, если нам не дадут доступ, мы должны как-то это обработать. Но мы работаем с примером. Нам главное просто получить для начала этот доступ. Давайте запустим. Так. Выполняется сборка проекта. Видно, что у нас работает build. Пока у нас собирается проект, можем начать делать работу непосредственно с самим медиа-рекордером. Это такая штука, которая позволяет записывать звук с микрофона. Давайте создадим. Вот. Тем самым временем у нас запустилось приложение. И ровно при старте мы запросили доступ и дадим его нашему приложению. Да, мы видим main activity, hello world. Все стандартно, все понятно. Итак, вернемся к созданию класса для, собственно, записи. Назовем его, не знаю, recordController, например. recordController. Самое главное, что у него должен быть, самое главное, что должно быть у этого класса, это метод стоп для остановки записи и метод старт для старта, соответственно. Давайте их и сделаем. Давайте сразу же добавим логи, потому что у нас будет довольно много работы, связанной с запусками и перезапусками, и очень важно понимать, что конкретно происходит в данный момент времени. Так и залогируем старт-стоп. Для того, чтобы записать аудио, как я уже говорил, нам нужно создать media recorder. А давайте не делать отдельную функцию, давайте в методе старт. Во-первых, заведем переменную media recorder private var media recorder. Он у нас будет nullable, соответственно, в какой-то момент времени мы его будем инциализировать. Инциализировать мы будем его тогда, когда захотим начать запись, когда будет вызван метод старт. Для этого создадим новый media recorder. Он не принимает никаких аргументов. И далее нам нужно подготовить его для того, чтобы мы начали записывать аудио. То есть метод prepare. И также есть метод старт. Для начала выполняется некая подготовка, выбирается нужный энкодер и прочие вещи, нужные для записи аудио. И когда этот процесс будет завершен, мы можем начать запись. Так как у нас он nullable, давайте вначале лучше сделаем локальную переменную, и позже ее присвоим для того, чтобы просто нам не ставить видео в слетательные знаки. Кроме того, нам нужно явным образом сообщить media recorder, в каком формате мы, собственно, будем записывать это аудио. Set encoder. Нам нужно здесь выбрать media recorder audio. Так, сейчас, encoder. Audio encoder. И выбрать один из предложенных энкодеров. Не буду вдаваться в подробности, будем считать, что это некий формат, в котором будет у нас произведена запись. Самый популярный формат это AAC. AAC это такой код, который позволяет довольно быстро и довольно легко записывать, в первую очередь, голос с меньшим количеством шумов и довольно неплохим качеством записи. Также нам нужно выбрать тот путь, куда будет записан окончательный наш аудиофайл. Output set output file. И здесь мы будем использовать реализацию именно со стрингом, то есть путем, а не реализацию с файлом. Просто потому, что реализация файла доступна только с Android O, но мы хотим работать на любых девайсах, поэтому мы будем использовать обычный путь стринговый. Давайте его получим. Куда мы будем сохранять? Наверное, в кэш-директорию. У нас временный файл. Пускай он там и будет лежать. Давайте сделаем новую функцию. GetAudioPath, которая будет возвращать стринг. Дальше нам нужно получить из контекста путь до временной директории. Для этого в конструктор этого класса передадим контекст. Дальше из контекста берем дир кэш-дир. Давайте сделаем external кэш-дир, например. Это значит, что папка будет создана во внешнем хранилище. Даже так, external кэш-дир вернет нам все папочки и заберем из нее нулевую. Как правило, в каждом приложении есть логика о том, какую папку в каком случае использовать. Да, мы просто взяли все и взяли из нее первую, потому что, в принципе, нам в данный момент без разницы. Получили папку, получили файл равный, соответственно, этой папке и возьмем абсолютный путь, то есть путь до непосредственно кэша. И дальше вернем эту строку, в которую дополним ее через слэш названием нашего файла. Название сгенерируем просто из, допустим, текущего времени с разрешением wav. Итак, что мы сделали, да, получили путь до первой папки кэша, взяли полный этот путь и через слэш дописали название файла. Название файла, каждый раз, будет разное, потому что оно зависит от текущего времени. Окей, дальше. SetOutputFile.itAudioPass. То есть мы в наш медиарекордер устанавливаем наш путь, в который, собственно, и будет производиться запись аудиофайла. Кроме того, что мы указали формат, нам нужно еще указать, собственно, как будет происходить запись. Нам нужно указать аудиосурс, то есть источник аудио. Для этого мы идем в медиарекордер, аудиосурс и выбираем микрофон. Итак, получается, мы будем записывать с микрофона в формате AAC в файл getOutputPass. Prepare, Start. Все. Это должно отработать. После того, как мы завершим запись, нам нужно завершить наш медиарекордер. Нужно сказать ему стоп и нужно сказать ему релиз, для того, чтобы он освободил все свои ресурсы. Так как мы можем попытаться остановить запись, не начав ее, у нас тут nullable, и на всякий случай мы возьмем и проверим при помощи вопросика значение переменной. И в конце концов занулим. В силу того, что эта операция довольно опасная, она иногда может выкидывать эксепшены. Давайте завернем все эти вызовы внутрь try-catch. Ничего не будем делать в обработчике. Просто для того, чтобы наше положение не упало, мы безопасно завершим работу. Дальше. Также возможна ситуация, когда мы захотим дважды запустить запись аудио, ни разу ее не остановив. Нам на всякий случай нужно тоже перед запуском остановить текущий медиарекордер и уже потом только создавать новый, чтобы у нас в памяти не хранилось несколько их. Так, получается, есть старт, есть стоп, есть запись. И еще для того, чтобы работать с состоянием, соответственно, нам нужно это состояние каким-то образом получать. Давайте сделаем функцию, которая будет говорить из аудио, из рекорд, из аудиорекординг, вот так вот, из аудиорекординг, которая будет говорить о том, что происходит ли сейчас процесс записи аудио. Как это узнать? Узнать можно очень просто. Медиарекорды мы создаем только в тот момент, когда мы начали записывать. Поэтому можно просто сказать, что он не равен нулу. Так, все, кажется, все методы необходимые для работы у нас есть. Давайте теперь попробуем их заиспользовать. Для этого вначале создадим некую кнопку, которая будет стартовать процесс записи. Создадим новое view. Так, у нас опять же constraint layout по умолчанию. Давайте зададим какую-то адекватную ширину, адекватную высоту. 100 dp. И расположим по центру экрана. Start to start of parent. End to end of parent. Top to top of parent. И bottom to bottom of parent. Видно, что наше view будет находиться по центру экрана, размерностью 100 на 100 dp. Далее, что мы могли работать с этим view, нам нужно добавить ему какой-то id. Давайте добавим id. Назовем, не знаю, start button. Почему это не кнопка, а почему это именно view? Просто потому, что мы сейчас сами будем ее анимировать, и нам, в принципе, не нужны вот эти стандартные визуальные эффекты, нажатия, тени и всего остального. Мы сами все, что хотим, нарисуем. Идем в main activity и находим эту кнопку по id. Find view by id. И указываем id, который мы только что задали. Start button. Записываем это в переменную. Правое, это late init var. View. Это у нас audio button. Так. Присываем. По клику на эту кнопку, мы должны делать старт или стоп записи. Установим click listener. Сделаем для этого метод. On button clicked. И вызовем в методе setOnClickListener. Что мы должны сделать по клику на кнопку? Мы хотим по клику первый раз начинать запись, по клику второй раз ее останавливать. Соответственно, мы должны взять из нашего рекордера состояние и в зависимости от него делать какую-то логику. Давайте прямо здесь создадим рекордер. Рекорд контроллер. Рекорд контроллер. Ему нужен контекст. Контекст у нас this. Потому что мы внутри активити. Активити, как известно, является контекст. Дальше. Мы идем в рекорд контроллер и спрашиваем, а какое у тебя состояние? Если ты записываешься или, может быть, не записываешься. В случае, если идет запись, то мы говорим стоп. В случае, если записи еще нет, мы говорим старт. Так, вроде бы все. Давайте попробуем запустить. На экране ничего не видно, просто потому, что у нас кнопка не имеет цвета. Давайте добавим какой-нибудь цвет. Хотелось бы, чтобы кнопка была круглая. Проще всего это сделать при помощи XML-файла и задать просто овальную форму. Давайте назовем ее овал. Мы создали shape, то есть форму, да? Определили ее форму как овал и задали какой-то цвет. И именно вот этот shape нам нужно установить в нашем MainActivity в качестве фона для нашего View. Оно же кнопка. Background и овал. Видно, что у нас получился кругляшок заданного цвета и он находится в центре экрана. Давайте запустим еще разок. Так. Кнопка по центру экрана. Давайте откроем логи, чтобы посмотреть, срабатывают ли у нас клики. Так. Show Only Selected Application. Говорит, что мы будем получать такой лог с нашего активного приложения. Я нажал и получил крэш. Давайте разбираться, почему. Отфильтруем по ошибкам. Тут миллион ошибок, но это все не связано с нашим приложением. Видно, что есть Fatal Exceptions во время старта. Set Audio Encoder дает нам крэш. Написано, что Audio Recorder находится в невалидном состоянии. Важен порядок, в котором мы инициализируем раминеть рекордер. И мы тут кое-что пропустили. Мы не указали, особенно формат, в котором будет происходить именно запись файла. и запись файла, который у нас, соответственно, в кэше. Output Format и также выбираем AAC. Запустим еще раз. Кликаем. Ошибок больше нет. Давайте посмотрим все логи. Есть ли там информация о старте. Да, есть старт и стоп, потому что я кликнул два раза. Давайте еще раз. Стоп. Старт. Стоп вызывается каждый раз при старте, да, просто потому что мы добавили на всякий случай остановку. Давайте его уберем, чтобы у нас действительно это не путало. И только в случае, если у нас меди-рекордер отсутствует, мы его останавливали. Только в случае, если я равен 0, мы будем выполнять логику стоп. окей. Что-то происходит, да, но мы никак не можем понять, что именно происходит. Как нам, собственно, понять, что действительно идет запись? Можно, конечно, сохранить файл, как это сейчас будет, дальше этот файл открыть, послушать, но это не очень удобно. Удобно работать с громкостью. В каждый момент времени мы имеем какое-то значение громкости, и, соответственно, с этой громкостью мы и хотим поработать. как получить значение громкости в момент времени? Давайте добавим функцию, которая будет говорить getVolume. Она будет брать из меди-рекорда maxamplitude, то есть максимальное значение амплитуды в текущий момент времени. амплитуда, это, собственно, та громкость, с которой происходит запись в нашем микрофоне устройства, и она имеет определенное значение, заданное intom, по-моему. Да, действительно, intom. И, собственно, ее и вернем. В случае, если у нас еще не создан аудиорекордер, давайте вернем ноль. Так. И нам нужно периодически опрашивать меди-рекордер, чтобы понимать, идет ли сейчас запись. Давайте сделаем в момент старта запуск некого цикла, который у нас будет раз в какое-то время забирать громкость микрофона. Запустим таймер, который будет равняться каунтдаун таймеру. так, какие у него значения, сколько времени в принципе он будет работать, ну, скажем, например, минуту. И, например, каждые 100 миллисекунд мы будем забирать данные с этого микрофона. У таймера есть два главных метода on-tick, on-finish. Tick — это каждые 100 миллисекунд в нашем случае, finish, закончилось время, и нам нужно что-то сделать. мы ничего не будем делать на финише, нам лишь только нужно собирать информацию о громкости. Здесь мы идем в record-контроллер и берем volume. Кроме того, во время остановки нам нужно останавливать и наш таймер. Нам не интересно записывать и брать громкость микрофона в случае, если микрофон не работает. сохраняем переменную с таймером. Присываем изначально null. И в случае, когда мы делаем стоп, мы еще и остановим таймер. И давайте для частоты еще и занулим его. Итак, началась запись начал работать таймер. получили громкость и давайте напечатаем влог эту громкость. Так, допустим. Нажимаю на запись. Сработал старт, сработал стоп, но при этом у нас ничего не происходит. таймер не начинает работать. Не работает тик, старт есть. Все потому, что мы не запустили таймер. Давайте допустим. Еще раз нажимаем. Во! Видно, что какие-то значения у нас присутствуют. Эти значения на самом деле равняются значению громкости, насколько на данный момент громко я говорю. Видно, что чем громче я говорю, чем ближе микрофон, тем выше эти значения. Если я буду отводить дальше или ничего не говорить, то вот это значение будет уменьшаться. Корене опись к изначальной задачи. Мы хотели каким-то образом отобразить жизнь вот этой кнопки записи аудио и каким-то образом сделать, чтобы было понятно, насколько громко или насколько сейчас активно ведется запись аудио сообщения, например. Для этого давайте прям увеличивать вот этот кругляшок в процессе записи. Как это сделать? Давайте создадим новый метод. Допустим handle volume, который будет у нас собственно реагировать на громкость и менять размер кругляшка. Здесь у нас будет в качестве входного значения volume и кругляшок у нас уже известен аудио баттон. У Vue есть множество способов его анимации. самое простое это Vue animate который позволяет очень удобно задать любые простецкие анимации и также удобно их останавливать. Мы говорим Vue animate set scale x и y то есть мы будем увеличивать по x и по y размер нашего кругляшка на какое-то значение. Какое это значение? Значение на самом деле нам нужно посчитать мы не можем просто взять случайно сделать больше должны быть какие-то пропорции. На самом деле Android девайс может записывать только в определенном диапазоне звуки и максимально этот звук имеет амплитуду следующую 32 768 откуда взято это число не спрашивайте это волшебное число которого нет в качестве константы но загуглив немножко и почитав документацию вы можете найти что действительно на самом деле это предел возможности записи микрофона Android девайс то есть соответственно нам нужно посчитать насколько далеко мы находимся от этого максимального значения создадим компонент объект чтобы хранить это значение и будем что делать будем смотреть насколько далеко мы от этого значения то есть посчитать пропорцию сделаем val scale равняется volume деленное на max record amplitude то есть какое количество громкости мы взяли от максимума и плюс 1 чтобы мы всегда отталкивались от некой начальной границы ну и можно на самом деле сделать ограничение какое-нибудь например не больше чем 4 раза просто потому что это уже будет некрасиво когда у нас круг будет выходить за границы экрана и как-то обрезаться возьмем минимальное значение из scale и например 4 то есть значение может быть любое можно считать динамически то есть в зависимости от размеров экрана но мы возьмем просто 4 тогда это у нас будет вот так вот значение минимально дабл нам нужен окей и этот scale выставим в x и выставим в y чего от нас требует анимация анимация требует от нас float ну ничего перейдем во float интересно что эта анимация работает автоматически то есть если мы начнем несколько раз в цикле запускать анимейт 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 да у нас не получится так что у нас наложится несколько анимаций и начнут параллельно как-то анимироваться оно будет завершать предыдущую анимацию и стартовать новую то есть нам даже не нужно здесь заботиться о состоянии единственный случай если мы будем переворачивать экран или уходить из этого activity нам нужно не забыть в методах либо on destroy либо on pause в зависимости от вашей реализации остановить эту анимацию чтобы она в кармане не продолжала работать не тратила нашу батарею ну и потенциальные утечки конечно же так у нас есть таймер таймер отрабатывает мы получаем volume и вызываем handle volume передаем туда значение давайте попробуем запустить так я нажал сейчас я постуклю по микрофону да у нас ничего не происходит видимо у нас что-то не так со скил давайте залагируем скил тоже так в качестве тега мы используем писательные знаки и скил равняется скил скил так запускаем запись скил у нас всегда 1.0 потому что у нас тут интовые значения они округляются да нам нужно поделить не интовые значения так запишем что-то пошло не так давай теперь запустим я нажал во видно что каждый мой щелчок сопровождается движением этого кружка но на самом деле видно что идет некая задержка задержка просто потому что мы не указали а сколько у нас собственно будет происходить от анимации если мы считаем каждые 100 миллисекунд значение громкости соответственно анимация должна работать либо так же либо медленнее давайте сделаем анимацию чуть быстрее duration duration простите преподаватель английского языка в моей школе он задается в миллисекундах у нас 100 миллисекунд на получение значения давайте выставим анимацию в 50 миллисекунд то есть два раза быстрее чтобы мы могли просто успевать завершить анимацию старую перед тем как начнется новая так сейчас я просто одновременно и там и там нажимаю получается состояние странное так еще раз запись пошла вот таким образом у нас анимируется наша громкость давайте немножко ее приближим к реальности сейчас у нас скорее всего используется стандартный интерполятор интерполятор такая штука которая говорит о том как у нас будет происходить анимация то есть по умолчанию мы анимируемся от нуля к единице равными частями то есть предположим у нас есть 10 частей 10 кадров мы будем анимировать 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3 и так далее но как правило в реальной жизни у нас не существует таких анимаций и анимации используются какие-нибудь типа в начале они работают быстро а потом медленно либо в начале медленно потом быстро или вообще они вылетают за границы доступного диапазона а потом уже уменьшаются то есть приблизительно к физике то есть все имеет ускорение а в данный момент анимация выглядит как анимация из какого-то реального нереального мира давайте зададим интерполятор интерполяторов существует масса всевозможная возьмем овершот овершот интерполятор это интерполятор как раз таки который позволяет выходить за границы доступного ну то есть если мы анимируем до единицы на самом деле анимация будет в начале в какой-то момент больше единицы а потом откатится назад к единице чтобы она как бы так балансировала и когда я буду говорить она уже приобретает какой-то более такой естественный вариант то есть она так немножко пульсирует давайте сделаем чтобы у нас совпадала длительность взятия громкости с длительностью анимации в этом случае у нас не будет такого момента что мы в какой-то момент полностью возвращаемся к единице и вот уже будет более естественно пульсировать звук можно улучшать можно играться можно каким-то образом анимировать там не знаю края там еще что-то но в целом данный подход он будет работать абсолютно на любом девайсе и работает как видите довольно просто кроме того можно рисовать также диаграммы громкости можно рисовать прямо во время записи можно рисовать после записи у вас есть все данные для этого просто берем значение громкости и с этой громкостью работаем это все что я хотел вам сегодня рассказать не забывайте подписываться на канал ставьте лайки ставьте колокольчик до встречи